Что я делаю? Я беру широкую кисточку и акриловую краску белую и просто наношу фон. Это у нас база, основа всего-всего-всего. Та методика, по которой я преподаю, там всегда есть белый фон, который ложится на бумагу и несет определенные смысловые и физические, технические нагрузки. Я промываю кисточку, потому что акрил сохнет. Я буду сегодня много кисточек мыть, потому что у меня сплошной акрил и краска чуть-чуть подсохшая. Дальше что я делаю? Я беру круглую кисточку, оранжевая осенняя кисточка и оранжевый же цвет беру и намечаю здесь какую-то вот такую дугу. Я решила, что самый сезон, самое время нарисовать тыкву. Поэтому вот здесь это наша будущая тыква. Делаю вот тут такую вот зарисовку для... Место намечаю для хвостика, можно даже побольше. И сразу же этот хвостик, он вот у нас обычно у тыквы немножко сужается, отсыхает. Вот тут я его намечаю. Просто можно даже вот сейчас взять и закрасить. Можно и так же вот сейчас взять, у нас тыква, она как расходится дольками. Вот эти дольки мы сейчас и наметим тоже. Сочная тыква. Сочные дольки. Можно, кстати, знаете, просто вот сейчас пока у меня влажный, я также оранжевый цвет наношу. Можно его смешать вместе с желтым и даже немножко охры добавить. Для чего мы сейчас создаем основу, чтобы потом нанести базу, вот оттенки, все, 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 все оттенки. Я вот здесь дольку я тут же прорисовываю, чтобы она была видна. Вот охрой. Я наношу базу подмалевок. Так как у нас живопись в технике а-ля прима, то, соответственно, рисуем быстро, рисуем активно. И не рефлексирую. Так, не так, правильно, неправильно. Все правильно. Все правильно. Все, что я делаю, это правильно. Это одна из заповедей арт-терапевта. Все, что я рисую, это правильно. Все, как я рисую, это тоже правильно. Следующее, я беру широкую, наверное, кисточку. И рисую, создаю фон. Вот так вытираю, этот, вытираю кисть промыла. И рисую фон. Мне хочется, какой мне хочется, коричневый или... Давайте такой фисташковый, зелено-коричневый цвет сделать. То есть я беру белый, я на палитре здесь вам не показываю. Хотя, ну давайте покажу, наверное. Вот, смотрите. Палитра белый, немножко зеленого. Такой вот фисташковый цвет получается. И немножко охры, чтобы теплый оттенок. И вот этим вот всем я начинаю закрашивать вертикально фон. Можно где-то побольше зеленого добавить, потому что это у нас не декоративная роспись, а скорее живопись. Живопись, кстати, можно даже... Я сейчас придумала. Сейчас я вам покажу, что я придумала. Немножко зеленого внизу. Где у нас тыква. Немножко зеленого. Пока влажный фон, мы его размазываем, чтобы он... Ну, был фоном. Был ровным фоном. Не просто так, а ровным фоном. Чуть-чуть водички. И вот я сейчас промываю кисточку и добавляю чуть-чуть голубого. Вот тут в уголке. Такой вот у нас кусочек неба. Намек на небо. То есть внизу как будто бы травка, а вверху как будто бы небо. И вот прямо сейчас вот этой кисточкой размазываю, размазываю, чтобы у меня фон слился, был более равномерный. Пока фон влажный, это все хорошо получается сделать. Можно даже где-то прям бы побольше голубого добавить. Как у вас настроение синее? Мне вот хочется прям солнечное настроение передать. Промываю кисточку, вытираю и беру тонкую кисточку опять. Ну, как не очень тонкую, круглую и, наверное, черный цвет с водой. Это будет у меня... Сейчас вы увидите, что я хочу сделать. Где-нибудь вот тут такую вот дугу сереньким цветом, чтобы не было ярко. Так, вот здесь у меня сейчас фон закончится, поэтому будет слишком... А вот я вот немножко сюда сдвину, да. Чтобы не было к краю. Хотя все равно будет краю. Ну, ладно. Вот такой, знаете, неровный глаз рисую. Форма неровного глаза. И вот тут такая дуга. Я думаю, что вы догадались, что это у нас. Кто это у нас. Можно даже вот сделать вот так вот немножко, да. Так как у нас сейчас фон пока еще влажный, мы можем все это дело закрасить. Салфетку вытираю, кисточку, чтобы убрать. Фон у меня на палитре еще сохранился цвет, поэтому я закрашиваю. И здесь мы уже начинаем выписывать тыковку. Каким образом? У нас сверху она светлая, потому что, ну, солнце падает, да. А внизу уже становится более темное, более насыщенное. И в прожилках тоже более темное, более насыщенное. Я беру желтый цвет. То есть сначала я охра сделала, потом желтым. Самый такой яркий цвет. Можно даже вот прям белым добавить, высветлить еще побольше. Но мы блик еще белые сделаем. А вот там вот у нас подальше уже будет потемнее, потому что, ну, просто потому, что это тыква, которая подальше, часть тыквы, которая дальше. Такие вот основы живописи. А подальше, потемнее, я как делаю, я беру охру, смешиваю с коричневым цветом. И вот заодно этим же цветом я сейчас прорисовываю вот этот хвостик. Причем внизу он будет более темный, соответственно, я добавляю больше коричневого тут внизу. И прямо направление мазков делаю. Вверх. Я решила, что я не хочу ничего рассказывать, говорить сегодня умное про психологию, про арт-терапию. Я хочу просто порисовать. И поэтому я организовала такой вот экспресс-эфир. Он у меня будет быстренький, потому что мы сегодня только рисуем, только эскизик. Что мы тут еще дальше делаем? А, дальше мы делаем какой-то оранжевый, добавляем цвет. Знаете, такая вот живописность. Я тут немножко кручу головой, чтобы мне свет бликует. Так, и вот... коричневый, охра и оранжевый, да, вот внизу у меня идет. Сейчас коричневого добавлю. Кстати, можно добавить не коричневого, а черного. Будет такой более серый цвет. Тоже хорошо. Тут есть слишком много черного. Но ничего страшного. Чуть-чуть водички, чтобы разбавить вот эту вот густую краску и плавный переход сделать. я рисую тыкву. Так, что мы тут можем еще сделать? Вот тут немножко подчеркнуть. Тольку нашу. Сначала хотела декоративную картину сделать, чтобы чисто оранжевая такая, сочная тыква была. Потом я поняла, что я соскучилась по рисованию именно вот живописного плана. Ну и вот... Вы сейчас можете со мной прессовать. Я надеюсь, что инстаграм получится у инстаграма сохранить эфир, потому что сейчас у нас очень большие обновления пошли. И поэтому все такое непредсказуемое. так как у нас, я вот предполагаю, что свет падает где-то отсюда, то мы должны немножко тени добавить. Каким образом? Ну, темный вот этот цвет, вот беру, просто водички добавляю и на тыкве это все отражаю. Тут тоже немножко тень будет. И вот тут будет тень от птички, которую мы с вами нарисуем. Белой красочкой, белой красочкой добавляю бликов. Немножко бликов. Вот тут у нас выгибается. Она не будет прям чистым бликом, потому что... Ну, потому что, опять же, у нас живописная тема. Чистым белым она не будет. Она светлым будет. Вот тут добавляю. Тут сверху. Ну, не знаю, пока смотрю. Давайте мы нарисуем с вами птичку. Птичку-синичку. Помню, вот птички-синички, желтенькое пузико. Она у меня с черненьким смешивается. Такой зеленоватый оттенок получается. Поэтому я чуть-чуть оранжевого добавляю. Но как-то вот не очень чуть-чуть. Поэтому промывая кисточкой, вот сухой кисточкой стираю эту красочку. И вот, кстати, вот она получается потихоньку вот этот вот цвет, который я хотела. Там у синички серенького тоже много. Но мы сейчас это все нарисуем. Серенький это какой? Это черный с белым. Да, и, соответственно, мы начнем, наверное, с черного, потом будем добавлять черного, чтобы не переборщить, скажем так. Вот оно, крылышко. Вот он, крылышко. Тут у нас светленькая. Я посмотрела, но не запомнила, как у нас синичка выглядит биологически. То есть эти оттенки я буду по памяти рисовать. Вы можете потом посмотреть тоже, как она выглядит. Помню, что вот тут как-то светлая. Серенькая или желтенькая, не помню. Помню, желтая грудка тоже. И вот здесь у нее такая вот щечка белая. А шапочка черная. Так, шапочка черная. Я кисточку не мою, прям все это делаю одной кисточкой. И вот клювик. И давайте подчеркнем крылышко. И хвостик. У синички черный хвостик. Это я точно помню. Вот такие вот прям сейчас. Темно-серый цвет. Добавлю мазков, чтобы были перышки. Большая птичка-синичка прилетела. И черная грудка у нее. Что-то не очень черная. Так, черного еще добавляю. Аккуратно ввожу на палитре. Смешиваю с тем вот с белым цветом. И у меня получается не черный яркий такой вот. Страшно черный. А черный красивый. Так. Немножко серенького добавим. Что у нас тут еще? Хочется беленького, чуть-чуть беленького. Поярче. Ага, сейчас я еще раз кисточку промою. А только черный остался. Значит, беру белый с желтым смешиваю. И вот тут еще добавляю. Видите, серый у меня получается. Потому что слишком много черного было на краске. Но, опять же, ничего страшного. Я сейчас просто беленьким. И шелтый с оранжевым добавлю, чтобы перебить черный оттенок. Вот так вот. И глазик сейчас нарисуем. Глазик мы рисуем чистым черным цветом. Сейчас обводить надо будет его аккуратненько, тоненькой кисточкой. А потом такую вот бусинку-блик сделаем. Промываю тщательно кисточку, вытираю ее и бусинку-блик. Ну, и тут можно перышки какие-то этим же белым цветом. Тут у меня желто-оранжевый, вернее, черно-желто-оранжевый цвет с белым. Лапки, нет, я лапки не хочу рисовать. Я вот хочу посмотреть на тыкву, что у нас тут. Вот тут немножко блика можно добавить. Это слишком тонкая кисточка. Поэтому я возвращаюсь к своей оранжевой кисточке. И размазываю то, что я белым добавила. За счет того, что белый немножко с водичкой, он высохнет и будет светлым, но не будет прям белым-белым. Такой вот именно будет блик. Здесь вот я посветлее сделала, чтобы тоже не ворвало глаз. Потому что, когда чисто белый, это уже декоративность получается. И это уже не в том стиле, который я сегодня захотела. Да, кстати, давайте, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас прорисуем всякие всякости. С фоном поработаем немножко. Я беру зеленый цвет и с водичкой. И небольшие там вот листочки какие-то. Что-то еще делаю. Да, вот колоски. Чтобы у нас... Я с водичкой именно, чтобы был фон. Добавляю немножко охры, немножко коричневого. Потому что у нас уже такая вот пожухлая зелень осенняя. Она уже с коричневым оттенком. Поэтому я добавляю фон сюда. А здесь я знаете, что придумала? Вот, сейчас покажу вам. Я беру листок, ой, листок. Беру тонкую кисточку. Беру коричневый сахарю. То есть у нас получается такой светло-коричневый цвет. И вот тут сейчас рисую вот такую вот веточку. Веточку. Еще веточку. Пусть она вот сюда уходит. Можно, кстати, веточки вот там вот этим же цветом запустить. Это будет хорошо. И беру по... Опять возвращаюсь. У меня получается, что сегодня три кисточки. Вот эти вот две. И самая вот эта вот была, которую в фоне я делала. Да? А вот эта оранжевая кисточка опять. Я беру красный цвет и начинаю натыкивать точечки. Точечки, точечки. Кто догадается, что это у меня? Конечно, это рябинка. Сейчас я красную красочку возьму. И вот такой вот ягодки, грозди добавляем. Пусть будет пока хватит. Она впитается, добавим еще поярче слой и белых бликов. Сейчас мы берем зеленую красочку и делаем листочки. У рябинки, помните, много-много таких вот листочков. Очень мне нравится осенняя рябинка. Так. И можно даже чуть-чуть красного сюда добавить, пока не высохла. Потому что у нас осенняя рябинка. У нас листочки уже начинают краснеть, где-то желтеть. Но у рябинки именно краснеет и немножко так вот охра добавляем. Кричневеет, скажем так. Так, я много охра взяла. Можно еще вот там вот листочек. Я не прорисовываю прям, чтобы эта ветка-ветка была, да? Чтобы был намек. Потому что это задний фон. И вот тут. Хочется побольше сделать. Так. И давайте еще сохрый добавлю. Вот тут листочков. Сохрый чуть-чуть даже с оранжевым, да. Ну и вот тут добавляем опять же, знаете, вот такие вот колоски. Колоски мы лучше охрой сейчас сделаем. Охрой и даже с белым. Такие вот выцветшие колоски. Метелочки. С белым. Фон. Рисуем, прорисовываем фон, чтобы он был более объемный, более интересный. То есть, да, у нас тыква на самое главное, тыква и птичка, да? Ну, птичку мне захотелось, потому что, когда просто тыква, то это скучно. Хочется чего-нибудь живого, да? И насекомые, какие-нибудь птички, они очень сильно оживляют картинки. И вот мы их сейчас прорисовываем. Опять же, у нас не какая-то декоративная открытка, скорее вот осенняя рисовашка пейзаж, да? И поэтому вот что-то мы в задний фон добавляем. Что еще? Ну, можно вот тут немножко, чуть-чуть. Вот прям просто вот такие вот выкруташки полусухой кистью. Оно тогда будет объем. Фон что-то есть и нормально. Можно, конечно, еще что-то сидеть, прорисовывать каждый этот. Вот знаете, я сейчас покажу коричневый с оранжевым. И вот прям натыкивать, это будет такая вот фактура тыквы, да? Как она у нас на самом деле же не гладкая, гладкая, глянцевая. Хотя есть и глянцевые сорта, но вот здесь прям фактура. Можно вот так вот сидеть. Можно прописывать еще больше веточек и там дальше фону. Можно прям черного сейчас, даже не черного, а серого, да? Потому что чисто черный, это будет слишком рвать глаз. А вот с водой и с коричневым цветом, с оранжевым смешать, это будет более темный и вот хорошо впишется в фон. Вот он около земли, темный фон. Подсохнет он будет хорошо смотреться. Потому что с водой. И опять же, вот здесь вот секрет, что мы изначально сделали белый фон, белая акриловая краска, которая впитывает все. Не бумагой, которая махрится потом, а именно белая краска. Вот это вот одна из особенностей данного стиля рисования. Проплошарная живопись. Ну, наверное, все на этом мы оставим. Присылайте свои работы мне в тирект. Я их собираю, любуюсь ими. Все, как насыщенно, ярко получилось. Да, присылайте ваши работы. Я на них медитирую. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok